Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Стар Сектор на максимальной сложности в режиме Iron Man. В прошлой серии мы шарились там в поисках научной станции по опасной системе, и я решил уйти из неё, потому что хочу заняться колонией. Значит, что я выяснил про колонии? Во-первых, я напрасно стал строить здесь сельское хозяйство по той простой причине, что, оказывается, колонии сами могут себя вснажать, если у них есть космопорт. Космопорт у неё есть, поэтому они могут возить себе это сельское хозяйство сами. Я думал, мне придётся туда подвозить еду и прочие все вещи, чтобы они не издохли. Ничего подобного, не надо этим заниматься, она будет этим заниматься сама. Поэтому сейчас мы эту штуку сломаем, нам даже денег ещё за это вернуть. Сразу получили убыток, сразу получили убыточек. Тогда я напрасно сломал. Но убыточек идёт вот из-за платы за риск. Сейчас мы выключим, всё, и стала плюсовая. Плата за риск увеличивает рост. Чем больше рост, естественно, тем быстрее будет размер ее расти, тем больше она будет это всё делать. Но, значит, ломают для того, чтобы руины начать собирать. Есть у него подозрение, что там в руинах должно быть что-то поинтересней. Даже вот оно, видимо, да? Чертежи и прочие редкие уникальные предметы. Всё найдено будет доставлено в выбранную точку сбора готовой продукции. Ну вот, вот руины, по большому счёту, не тронуты. Мы будем строить вот это дело. 170, 150 тысяч, оно стоит? Есть 178. Запускаем. Потому что добыча технологий лучше, чем еда. Но я еду строил, чтобы они не издохли. А они и так, оказывается, не издохнут. Подождём, пока закончится. Подождём, пока там какие-нибудь деньги пойдут. Снова будем оплачивать плату за риск. Я вообще искал, как мне навтыкать сюда прочих всяких строений. Я думал, что всё-таки нужно её самообеспечить. Но нет, не нужно. Поэтому я думаю, что строение будет появляться вместе с ростом. Максимальный рост. Тут написано 6. Поэтому позже можно будет и седой заморочить. Более того, сейчас мы можем сгонять эту самую еду оттуда. Как бы вывести. Она же там, ну, производилась. Я просто не могу найти, где вот я это лазил, тыкал. Нет, не здесь. Где-то я тыкал и видел, что там 6 тысяч еды. То есть вот это нельзя запустить производство, потому что нужна тяжёлая промышленность. А вот... Вот. Нет, не вот. Вот, еда. Тут написано в деньгах. Ладно, фиг с ней. Не полетим тогда. Не полетим, потому что на самом деле можем и здесь её купить. Эту еду. Прямо на этой станции, на которой мы находимся. Не еду только. Только не еду, а бытовые товары. По 42 и отвезти вон к пиратам туда по 155. Продадим. Сейчас наваримся. Немножко. Немножко, потому что... Сейчас у нас денег не так, чтобы много осталось. Но у нас на самом деле и не влазит. Всё. И полетели. Теперь продадим это. Тут не так далеко лететь. Система Аскония. В общем, почему я улетел? Потому что стали заканчиваться припасы. Я так подумал, сейчас будем лазить и проблем себе там налазим. А не факт, что что-то ценное найдём. Лучше с колониями. Вообще я пытался... Ага, вот же она. Аскония. Так. Аскония и... К пиратам на Умбру, да? Да. Полетели. Потихоньку полетели. Но, ё-моё. Не, ну ты сканируй, как бы... Ухудшена на 5. На 1 подозрительный групп... Какой? Сканирование не выявило явной контрабанды. Но подозрений в вашей причастности к чёрному рынку достаточно. Ну, ещё раз проверяйте, что вы хотите. Потеряли 4% боеготовности. У шлёпки поломали мне опять корабль. Но такое уже бывало. Контрабанду-то я не вожу. Один раз только. И то просто я нашёл. Я не купил, чтобы вести контрабанду. Я просто нашёл, оно валялось. Чё же мне теперь... Так, исследование миров. Стойте, подождите. На исследование миров я бы тоже бы сгонял. Вот оно. Далеко. Ё-моё. Вообще край карты. Так, а вот это... А вот это уже получше. Мы летим вот сюда, потом нам туда надо будет метнуться. 120. Не, вот это возьмём. По пути. Относительно. Всё, летим. Летим, летим. Офигаси, флот. Какого размера. Нехилого. Заработаем сейчас на товарах. И продолжим свой путь к исследованию. Прилетели. Опс. Опс. Идите нафиг. А, правильно. Я торможу. Транспондер-то надо выключать. Прежде чем у пиратов торговать. Иначе нельзя торговать. Поэтому и накинулись в пиратские корабли. Потому что я даже на пиратскую планету летел. Ё-моё. Так, ну на чёрном пиратском рынке продаём. 65 штук. Вот это. Вот это я понимаю, девочка. Нормально. Прошуршали туда-сюда. Пираты даже не будут против того, что я у них тут на чёрном рынке торгуюсь. И теперь смотрим нашу исследовскую миссию. 10 тяжелой техники, 20 припасов. Ну, вообще, немного. У нас всего достаточно. Теперь надо аккуратненько свалить просто оттуда. Куда-то вон туда нам нужно было лететь. Вон туда. Да, путь не близкий. Кстати, 137 топлива. Вот, в принципе, у нас есть. Ну, давай докупим. Так, смотри, что-то я не то сделал. Контролу надо докупить. Полный топлив возьмём. И уматываем отсюда аккуратненько теперь. Тиндекс, тиндекс, тиндекс. Ускорение. Ускорение я нажал, что ускорение. Не получилось. Давай отступим. Конечно, я зря всё время трачу эти... Как их называют-то? О, кстати. Стой, 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 стой. Получен опыт выгодных сделок. 12 тысяч бонусов. Красота. Выстановить подбитый корабль. А что за корабль? Гражданский транспорт. У нас есть такой, не нужен он. Разберём запчасти. Ну, не так, чтобы много, конечно. Но на халяву, как говорится, юксус сладкий. Так, а эти там пиратов не расшибли? Не видать. И выскочило... Да, одно... Один скорепоинт получили за эту сделку. Хорошо, конечно. Но я только что потратил предыдущий. Поэтому не так уж и хорошо. Слухи о пиратском рейдинг. Бумс. Сломал чё-то. Чё-то сломал. Блин, 4,5 в день. Ну нет, теперь мы... Мы не можем теперь лететь на 4,5 в день, потому что там не хватит. Какая поближе... Вот это поближе станция. Возвращаемся. Ну что ты, оцепись ты. Ой, я выключил транспондер. Я, мое, забыл включить транспондер, поэтому они домотались до меня. Но они правы тут. Выключение транспондера является преступлением. Так, нам нужно что? Нам нужно взять всё больше припасов и выяснить, почему-таки улетают столько припасов. Всего-то 3 корабля. 30 дней лететь. Так, ну всё, теперь хватит. О, кстати, вот эта штука с лобстерами иногда прикольно прокатывает. Ну как иногда, один раз. Один раз прокатило. Я их купил по дешману, а продал. Ну вот, кстати, да. Вот и сейчас тоже по три сотки их можно продать. Ну, лететь далеко, ладно. Не будем этим заниматься. Возвращаемся к нашей миссии, к сэнтерской. Пиратом наваляли, но не уничтожили. Возвращаемся, забираем обломки. Ну так. Фигня вообще. Вообще фигня. Так, а вон реликтный корабль. Вот из-за этим полетели, полетели. Вот кто-то нас все перехватывает, отстаньте вы нафиг. Что это такое? Фрегат. Разберем. Все, вот теперь пошли. Теперь точно пошли на исследовательскую миссию. Ускоряемся. Новые миссии по исследованию еще надо старую, как бы, закончить для начала. Снова расход 2,2. Почему такой расход высокий? А, из-за того, что переизбыток топлива. Понятно. Ну ладно, сейчас мы топливо-то сожжем. И будет все у нас нормально. Так, все, топливо пошло на минус. Суплай снижен. Доход за месяц 13 тысяч. Как там наша колония? Строится? Она вообще не строится. Потому что я надеюсь получать больше, чем я с еды получал. Тиндекс, тиндекс. В этой штуке точно расходы сильно увеличиваются. И меня что-то начинает напрягать расходы топлива наша. Нам далеко еще кряхтеть-то? Почти прилетели. просто поблизости нет обитаемых миров, если мы сейчас... О, блин, еще эта шняга. Стой, стой. Не туда ты. Хорош, развернись. Мы потратили половину уже. Нам, блин, на обратный путь не хватит. закончено строительство. Ура! Ну, сейчас залетим в систему и посмотрим. Так, сгасим транспондер. Получили информацию о планетах. А нас сюда вообще зачем отправили-то? А, и среду планету за этим и отправили. Так. Сейчас тогда смотрим свою колонию в Балиде. Добыча технологий. Так, ну, это нифига. Нифига не то, что я думал. Ну, либо она будет выкапывать и куда-то сюда складывать. В общем, это убыточная затея. Надо было сидеть тогда на еде, платить плату за риск, иметь 4% прироста и ждать, пока она подрастет там до четверочки, а потом уже брать технологии. Ладно. У нас теперь проблема в другом. В том, чтобы... Так, ну вот. Ага, нет, вон там нам нужно изучить. Ну, полетели тогда. Изучим то, что нам надо. Нифига нет. Мы потратили больше половины топлива, да. Придется, не знаю, корабль один, что ли, разобрать в процессе. Потому что топливо мы тут точно не добудем. Можно попытаться взять какую-нибудь миссию с кораблями и там найти топливо. Хотя, я сейчас не уверен, там топливо ты ищется вообще. на старых кораблях. Небольшое количество руды. есть. Это мы закончили. Идем за следующей миссией. Смотрим выполнено. Мы здесь, а надо куда? А надо сюда. 92 топлива. У нас 119 топлива. Но нам в любом случае куда-то в ту сторону надо двигаться, чтобы прилететь вон до обитаемых миров. 98 топлива. На самых, на самых по дороге заскочить еще скан сделать. Вот так сделаем. А, это чуть-чуть в сторону. Это вон там где-то. Вот. 92. сюда потом можно не долететь. Тут 11 между вот вот этими. Ну, хватит, наверное, вот сюда, потом сюда. или уже не рисковать. Не будем. Не будем рисковать. Возьмем эту миссию тоже, чтобы она не пропала никуда. Эту миссию мы тоже возьмем. но на нее мы полетим позже. Сначала мы вернемся к себе. Беремастероид какой-то прилетел. Нифига нет. Отремонтировался наш кораблик уже. Давай пошустрее. Стой. Какой-то сигнал. Производственный отчет. Доставленный на Рязань. Что это значит? Предметы доставленные. Добыча технологий. Металлы, припасы, тяжелая техника. А, это то, что накопали они. Вот. Ну, кстати, какая-то штука. Я надеюсь, мне не надо за этой штукой будет летать самому. Там какая-то отметка была. с той стороны она. Пойдем открадемся, посмотрим. Может, что ценно лежит. поздно объектом стоять. зонт. Нашел зонт. Давай, хватай его. Давай, только скорее. Получили немножко инфы и получили топливо. Получили топливо. Кстати, еще и органику. Ну, взять все, конечно же. поле обломков не пропало. Сейчас еще в обломках пошаримся. Ну, вот. Вообще нормально. Так, все, вот теперь, вот теперь валим. Теперь у нас полно топлива. теперь можно лететь сначала на квестовую систему. Вот сюда. Давай, запрыгиваем. Есть. Снова этот поток, который сейчас нас выкинет, чертика удара. Воу, 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 да, е-мое. Да. Выкинул, чертикуда. Ладно, двигаем. Хотя не так, чтобы уж прям далеко. Нормально. Ну, что ты не летишь-то? Полетели. Ускорение. Погнали. Туда-сюда болтает наш корабль как былиночку. А мне вот все еще интересно по поводу добычи технологий на планете. Что-то там накопали. Надеюсь, это что-то будет само продаваться, чтобы можно было включить плату за бонус. Так, новой планеты. А нужно что сделать? Так, кэш. На небольшом расстоянии от центра. Ну, ладно. Ну, вот там вот уже небольшое расстояние от центра, например, болтается где-то где-то вот тут поле обломков. Ладно. Хватаем. Так, очень богат иззади же редкой руды. Мы узнали вот такую вот информацию. Еще топливо. И у нас скоро перегруз уже будет нашего кораблика. а все что миссия выполнена? Нет. Не выполнено. Ни фига нет. Ё-моё. А что такое звук дельта валак? Это не наша ли система случайно? Мне кажется, в нашу колонию летят. Да, это наша колония. Леет пиратский через 44 дня. Вот засада. И как теперь быть? Собираются в системе Аскония. Так, силы скорее всего будут довольно неплохой верность составит из одного большого флота и нескольких маленьких. Но остановить мы это не сможем делом, к сожалению. Можем ли мы распродать все барахло свое? Да фиг его знает. Я даже не вижу где это барахло все. Не стоило делать не стоило делать эту фигню. Надо было сидеть на еде чтобы быстрее росло. Тем более что сейчас еще пираты нас бахнут. Еще снизят приросты. Ну да, добыча технологий минусова. Если только не собирать и не вывозить все, что там есть. Но я не могу сейчас рвануть туда, потому что мне нужно закончить вот этот квест. Ой, сюда. Ну ладно, потом накопают что-нибудь новенькое, наверное, может быть. Тогда сможем заработать на этом. Хотя можно было ввести еду спокойно. К пиратам, ко всяким по 150 продавать ее. О, есть контакт. Давай-давай, двигай вперед. Производственный отсчет. Металл и топливо. Ну, добывают они все то, что им нужно. Припасы, топливо и прочую фигню. Ну, странно тогда, что нет продажи вот этого всего. местный доход. 10 тысяч населения инфраструктуры. Экспорт 0. Да, не продается оно автоматически, к сожалению. Ну, сейчас попробуем перехватить, может быть. Так, где эта штука? Там где-то. Вот она. А это и не она, да? Это корабль. Стандартный грузовик. Нет, спасибо. Разломать? Не захватил, по-моему, да? Содержание капсулы. Да, взять все. Но это не то. Едем дальше тогда. Очень жалко. Я думал, уже сейчас удастся свалить отсюда. Хотя там один чертеж может быть ценный, а вот это 20 топлива и прочее. Все, копейки. Так, вот есть две отметки. это флот. Это флот. Это какой-то флот, а вот наш квест. 30 тысяч получен, отлично. О, какая-то съемка корпуса кораблей. 255 тысяч за единицу, нифига себе. позволяет тяжелой промышленности строить корпуса судов. Ну, взять, конечно, все однозначно. И у нас перегруз, надо что-то выкинуть. ну, это, видимо, сколько? Три единицы надо сбросить. Может, и зря я не взял этого самого. Транспортник. Может, надо было взять транспортник. Сейчас будем вывезли. но это не флот, видимо, да? Да, это не флот, как и добывающая станция. Сейчас рудой нас она, наверное, одарит. О, ё-моё. Да. Ух ты. Сколько всего прикольного. Так, ну, выкидываем вот эту фигню на место. Это что-то вообще не знаю. Производство топлива. специальная нано-кузница. 250 тысяч за единицу. На полляма набрали добра. это что-то 7 по 75 тоже какая-то дорогая руда. Принут эти по 200. Надо было делать кораблик. Транспортник. машины 150, припасы 100. Машины тогда всё. Но тут ещё много всего. Тут ещё много всего. И я теперь даже не знаю вот эту нано-кузню. В описаниях этих я читал колонии, что это нужно для увеличения производства. Довольно редкая фиговина. Просто возить с собой довольно редкую фиговину и даже оставлять её на своей планете не очень хочется, потому что тут тоже уже кто-то летит. Так, ну здесь 8000, здесь ещё 12 на двадцатку 35. Ну тут ещё нормально осталось всего добра. Но можно сейчас сгонять в ближайшую систему, продать всё и вернуться обратно. И даже нано кузню наверное тоже продать. Потому что пока я её не использую, только возить её лишний раз с собой, чтобы кто-нибудь покнул бы. Два скилл поинта. Уровень до пятого поднят. Отлично. Так, сюда нам надо ещё вернуться. валим в прыжковую точку. Вот ближайшая система. Погнали в неё. А потом, ну я думаю я потом перевожу это всё. Вот ещё что-то болтается. Грузовые контейнеры. А, ну это мои контейнеры с тремя этими метальчиками. Это фиг с ними. Сейчас пока надо добраться. Надо добраться и купить грузовичок стандартного размера какой-нибудь. Либо может быть боевой грузовичок. Что-нибудь такое. А, ну всё уже. Довольно близко. Так, включить транспондер конечно же. Чтобы вот так вот не попадать больше, что я не могу хапнуть всё, что плохо лежит. У меня были грузовики, но были уничтожены. продаём. Продаём. Так, ну вот это продаём. А чё это дёшево-то у вас тоже? Чё тут нагреть что-ли? Ещё два прыжка чтобы по 159 продать а не по 83. Главное в этой системе по 153. Но покупать не хотят. ну ладно, это можно улететь продать там здесь 204 тысячи это тоже за 200 тысяч а чё таки вы тут это желобливое ребята тысяча тридцать ну ладно фиг с вами я не хочу далеко лететь тут что за чертежи куча разных чертежей 12000 а уже известно значит уже это не нужно продаём и пойдём на чёрный рынок на чёрном рынке отчёт 200 а на открытом было больше нет ладно продам я эту историю пока она мне не нужна бабах 600 тысяч вот это нормально теперь пойдём купим грузовичок первоначально разработанной для сборки больших кораблей и орбитальных станций ремонтная платформа стала использоваться для ремонта повреждённых корпусов и увеличения полезных материалов сама она не имеет грузового отсека и запаса топлива больше ремонтных платформ фиг знает кран для сбора трофеев не знаю может быть и ничего может и не ничего так вот это вот боевой же да боевой 75 плюс у меня 50% есть но хотя бы стрелять сможет а этот 400 но стрелять не сможет с другой стороны зато 400 а впрягаться в битву мне и самому не сильно охота ладно купим вот такой подбор подбор стандартный подтвердить этот теперь мы можем сделать какие-то улучшения и мы сейчас восстановим за полмиллиона нет не восстановим все полмиллиона жалко пока что вот этот вот сейчас мы восстановим до полного он попроще да 70 штук все этот готов а ну этот кстати тоже ресторг все так тут что у тебя с оружием что-то получше поставили и того грузовичок у нас добавился куча денег кстати говоря раз такая куча денег нам перепала сейчас мы попробуем хотя уже наверное не успеем построить здесь оборону она в тысячонку будет влетать еще нам наземная это патрульный штаб 300 штук ежемесячные расходы пятак но это вообще будет жесть тут тоже расходы доступно несколько вариантов это что нам даст множитель содержания боеготовность боем стабильности сил наземной обороны но ничего хорошего она не дает я так но бароне конечно добавляет но нам не это нужно мы можем сейчас сделать апгрейд космопорта 300 тысяч но он нам добавит прирост доступности плюс 90 процентов и рост популяции на 3 вот вот это мы сделаем 150 дней но зато в итоге это вылиться в рост а рост нам должен дать потом дополнительное очко построек я так понимаю а ну вот а на четверке будет 2 на пятерке будет 3 на шторке будет 4 все правильно шестерки будет 6 этих самых 3 уже заняты у нас еще 3 мы можем догнать себе и уже построим что-нибудь нормальное поэтому улучшаем космопорт раз уж столько денег удалось намутить волшебным образом туда их и вложим персонаж с персонажем я пока не знаю что делать потому что все какие-то не очень интересные штуки в основном на битвы которыми я стараюсь не заниматься так что напиши в комментариях рекомендацию куда вложиться пока я никуда тратить не буду если вдруг что-нибудь там уж не придумаю не знаю идет прирост да и дальше прирост все равно идет так что нормально и вот эту можно наверное забыть нет сломать только можно увеличивать стабильность на единицу но стабильность на единицу у нас не нужна стабильность на единицу просто 2 сп стоят эти улучшения ладно с этим тогда закончили с флотом в принципе наверное закончили или взять еще один кораблик хотя я не воюю поэтому наверное обойдемся без кораблика единственное что можно сделать еще это попытаться найти администратора для станции они для станции для колонии но нет нет 48 тысяч кредитов это за что так выйдем на стандартную орбиту система самара шпионство какое-то разложить надо неохота надо все вывести сначала ну ладно вывезу я все это без съемки потому что может быть конечно я там на кого-нибудь напарюсь но тогда в следующей серии расскажу как меня бесславы уничтожили я постараюсь прокрасить потихоньку чтобы меня никто не уничтожил просто вывести еще грузиков на полтинник так что подписывайся на канал нажимай колокольчик пиши комментарии ставь лайки спасибо за просмотр и пока